И давайте мы начнём вот с такой упаковки. Вот они взяли и на какой-то ляд присобачили к бестрековой посылке. Они взяли, добавили номер и пришлось её не в почтовом ящике забирать, а на почте. Я подозреваю, эта посылка, она сможет открыть новый раздел. Новый раздел будет называться «Еда». Достаточно много еды можно купить на китайских сайтах. Что она из себя представляет всегда сюрприз. Поэтому я буду на себе пробовать. Причём пробую я это с некоторой опаской, конечно. Но, с другой стороны, когда были в Таиланде, супругу прям аж подташнивало. А я ел с удовольствием. Вот что она из себя представляет. Сейчас попробую навестись. Видно? По запаху курицу напоминает. Ну, знаете, чуть-чуть, совсем чуть-чуть остренько. Совсем чуть-чуть остренько. Больше в кисловатый вкус отдаёт. К пиву самое то. Стоит, насколько помню, не очень дорого. Насколько мой желудок это выдержит, мы узнаем попозже. Ну, вы знаете, вот к пиву сейчас очень сложно что-то купить такое вот симпатичное. Сухарики совершенно уже не те. Да? Рыбка какая-то, ну, тоже не то. Вот эта вот штукенция, наверное, к пивку будет очень даже. Такая вот она немножко жирненькая в масле. Почему бы нет? Если вот вы любите какие-то такие вот непонятные вкусы, да, ну, я рекомендую, попробуйте. Вполне возможно, вы этой штукенцией загоритесь. Будете её регулярно заказывать. Я не вспомню, что это такое. Из чего это сделано, я не вспомню тоже. Ну, мне это вполне нравится. Ссылка в описании видео будет. Зайдите, закажите, попробуйте. Если у вас неизвестные продукты вызывают ротный рефлекс, ну, лучше этого, конечно, не делать. Ну, тут будет, наверное, у нас всё-таки первое видео в разделе «Еда из Китая». Я знаю, что я туда закажу ещё. Будет весело. Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, вопросы. Буду ждать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!